приветствую вас мои дорогие рукодельницы я рада видеть вас на канале вяжем спицами меня зовут галина и сегодняшнем уроке речь пойдет об эластичном способе закрытия петель это видео я записала по вашим просьбам и в большей степени одно относится к новичкам потому что те кто уже давно вяжут скорее всего с этим способом знакомы и используют его в своем вязании и так мы рассмотрим два способа эластичного закрытия петель первый способ который я покажу назван в честь основательницы этого способа дженни и выполняется он следующим образом так кромочную мы петлю сняли далее смотрим какие у нас петельки вот у меня здесь резиночка связано 2 лицевых и 2 изнаночных делаем накид если это лицевая то накид делаем к себе далее провязываем лицевую и протягиваем ее через накид таким образом провязали и затем вот эту петлю провязываем протягиваем через первую через кромочную далее снова делаем накид к себе провязываем лицевую петлю протягиваем ее через накид и затем через первую петлю 2 лицевые мы провязали следующая идет изнаночная петля мы делаем накид от себя как обычно при вязании от себя провязываем изнаночную петлю протягиваем ее через накид и через первую петельку на правой спице у нас всегда находится одна петля снова изнаночная делаем накид от себя от себя провязываем изнаночную петлю протягиваем ее через накид и через петлю которая у нас на правой спице следующая лицевая накид к себе делаем перед петлей провязываем петлю лицевую протягиваем через накид и через еще одну петельку снова накид к себе перед лицевой петлю провязываем лицевую петлю протягиваем через накид и через эту петельку так и да так далее вяжем до конца ряда перед изнаночной мы делаем накид от себя провязываем петлю протягиваем через накид и еще раз от себя перед изнаночной а перед лицевой мы делаем накид к себе провязываем лицевую петлю протягиваем через накид и еще раз к себе перед лицевой и так далее у нас получается вот такой вот эластичный край видите какое такой эластичный и он собирается как гармошка то есть вот как идет складочка у нас две лицевых две изнаночных как резиночка и он точно также образуется как резиночка как гармошка вот такой способ используется при вязании носков и других там элементов где вот нужно оформить эластичный край чтоб он был не стянутый вот такой способ и сейчас я покажу второй способ так второй способ выполняется следующим образом кромочную сняли следующую петлю провязали у нас получилось на правой спицы две петли возвращаем их на левую спицу и провязать провязываем их две вместе лицевой снова следующую петлю провязали на правой спице 2 петли на правой спице 2 петли на правой спице 2 петли на право на левую спицу провязываем вместе лицевой снова петлю провязали возвращаем на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой и вяжем до конца ряда таким вот образом с немножко провяжу и покажу что получается петлю провязали и две петли и две петли с лицевой с правой спицы вернули на левую спицу провязали их 2 вместе так ну еще провяжу пару петель чтоб лучше было видно так вот посмотрите какой получается край он получается тоже эластичный но он не собирается гармошкой он получится такой вот прямой ну и как видите он не стянутый то есть вот такой вот способ еще можно использовать выбирайте на ваше усмотрение какой вам больше нравится но этот способ тоже имеет место быть видите получается края вот такой вот цепочкой и он он не стянутый вот такие вот два способа им хотелось сегодня показать может быть кто знает еще какой способ поделитесь этим в комментариях новичков прошу написать в комментариях все ли понятно вам и какой вам способ больше понравился я надеюсь что данный урок был кому-то полезным ставьте класс если он вам понравился не забывайте подписываться на канал всем пока и до новых встреч